Очень много целебных, полезных растений на нашей даче мы можем посадить, купив семена, например, в магазине Процветок или на сайте Процветок. Но есть и дикорастущие растения, которые приносят нам не меньше пользы. Все, что нам необходимо, это знания и умения, как их взять и как их использовать для своего здоровья. И сегодня я хочу рассказать об одном из своих любимых растений, это цикорий. Такое нежное голубое солнышко, оно вроде бы и незаметное, вроде бы и дикорастущие сорняк, но на самом деле это очень мощный источник для здоровья в нашем организме. Чем характерен цикорий? Вот эти маленькие голубенькие цветочки, они цветут всего один день. И они, как и подсолнухи, что интересно, поворачиваются за солнышком, ориентируются на солнышко. И вот этот солнечный цветочек, он собирает, аккумулирует в себя энергию для того, чтобы множество витаминов, микроэлементов, витамины С, К, Е, магний, железо, марганец, накопить в своих корнях. И самое главное, самый целебный компонент – это инулин. Инулин, который очищает наш кишечник, который укрепляет наш иммунитет и который в кишечнике создает среду для того, чтобы там вырастали полезные бактерии, та микрофлора, которая на 70% отвечает за наш иммунитет. Но, как же мы можем этот нежный цветочек использовать для своего здоровья? Цикория существует порядка 8 видов, и основным его сырьем, конечно, считается корень. Если вы не поленитесь накопать, это будет чудесно. Если поленитесь, сейчас очень много продается цикория и в порошкованном виде, и в виде густого экстракта, когда взял ложечку, развел и использую для своего здоровья. Для неленивых я сейчас поделюсь своими фирменными рецептами. Наверное, один из самых востребованных рецептур, которые я создала, авторских рецептур, которые я разработала, помимо медового целителя, который практически нацело убирает любой вирус в организме, это кофе из цикория, так называемое кофе растительное. Как я его делаю? Конечно, мы копаем корни цикория. Копаем осенью, конец сентября, самое такое время, когда еще видно, что это стебельки цикория, мы его еще не потеряли. Накапываем, моем, сушим. Можно его сырым. Я, например, прогоняю через мясорубку, потому что сухой, потом измельчать. Это надо очень крепкую кофемолку иметь. И когда мы вот этот вот порошочек, не порошочек, а вот провернутую массу на мясорубочке получили, мы ее слегка ферментируем, то бишь держим в сыром, теплом месте. Порядка 4-6 часов при температуре 25 градусов. Когда вот это все подсохнет, потемнеет, мы досушиваем ее достаточно быстро. И желающие могут ее даже слегка поджарить до такого румяного, коричневатого оттенка. После мы все это смалываем на кофемолке. И у нас готов один из основных компонентов, который снижает уровень воспалительных процессов организма. И причем даже при артрите, если его применять регулярно, который помогает очищать желудочно-кишечный тракт. И который, как я уже сказала, помогает выращивать нашу микрофлору, которая на 70% определяет крепость нашего иммунитета. Но сам по себе вот такой вот цикорий, он не очень-то и вкусный. Что мы можем сделать, чтобы он был еще вкуснее и еще полезнее? Что делаю я? Я добавляю к этому коричневому порошочку, чаще всего, в соотношении где-то 30%, смесь корней одуванчика, лопуха и пырея. Их я собираю отдельно, высушиваю и также порошкую. Эта смесь считается практически лекарством для бессмертия. Помимо очищения организма, она помогает нам убирать воспалительные реакции, приводить в порядок суставы, приводить в порядок сосуды. Древние знахари корнем лопуха лечили даже онкологию. К сожалению, у нас сейчас слишком недревняя еда и недревний воздух, чтобы можно было с уверенностью сказать, что мы одними травами можем вылечить онкологию. Но укрепить противоонкологический иммунитет однозначно мы таким образом можем. Итак, к порошочку цикория в количестве 30% мы добавляем порошок в равных частях собранных корней одуванчика, лопуха, пырея. Имеется в виду весовые части. Отмеряем по 50 грамм и вот 150 грамм этого порошочка добавляем. Когда позволяет год, я собираю желуди. Желуди дубов тоже собираются где-то в конце сентября, в начале октября, но желуди, как и яблони, они через год плодоносят, не каждый год. Желуди мы очищаем, предварительно замочив в воде с содой, чтобы они помягчели. У них тогда шкорлупа такая получается очень мягенькая. И плюс сода забирает на себя горечь. Очищаем и вот эти вот мягкие сердцевинки сами, также прокручиваем на мясорубочке. Можно также подферментировать и высушить. Желуди обладают противовоспалительным вяжущим действием. Они додают цикорию вот такую вот полную палитру целебного действия. Желающие крепкий такой кофейный напиток могут на этом остановиться. Кто хочет что-то такое помягче, поинтереснее, может добавить к нему высушенные, пророщенные зерна овса и ячменя. В советские времена был такой напиток колос, может вы помните. Он, кстати, сейчас иногда продается в магазинах, он стоит копейки. Можете просто на первый раз его купить, добавить и попробовать цикорий, обогащенный вот такими вот добавочками. Ну и тем, кто хочется уже, чтобы было не только полезно, но еще очень вкусно, я уже выдаю свой фирменный секрет. Я туда добавляю ванилин и смесь специй, так называемая масала для чая, или вы можете вручную подобрать корицу, бадьян, гвоздику, душистый перец, зеленый кардамон. Получается на самом деле очень и очень вкусно, получается такой аромат шоколада. Итак, что мы имеем? Мы имеем цикорий, мы имеем добавки из лекарственных корней, дуванчика, лопуха, пырея. Мы имеем противовоспалительные, противомикробные желуди дуба. Мы имеем сюда поливитаминный компонент, такой как проростки ячменя и ржи, или овса. И специи, которые и сами по себе являются достаточно лечебными, и в то же время улучшают вкус и помогают нам превратить вот это вот утреннее кофепитие без кофеина, без каких бы то вредных моментов, превращают в наслаждение. Что интересно, цикорий, именно экстракт цикория, он используется и как специя в свежем виде, вполне можете его добавлять в салатики, в какую-то пищу. И его прием, даже вот такой вот кофе, он бодрит, заряжает энергией, при этом не поднимая давление. То есть гипертоникам, а в большинстве своем люди в возрасте все имеют нарушение с давлением, он не вредит, но при этом и гипотоникам он тоже подходит. Вот такой вот универсальный напиток. И при всем при этом он дарит здоровье, он дарит укрепленный иммунитет, он очищает и налаживает процесс пищеварения, он помогает оздоравливать печень и желчный пузырь. И что очень и очень важно, он доступен практически у любого, у кого есть дача, вокруг которой вот такие вот бурьянные поля, заросли, сорняки, где почти наверняка растет цикорий. Просто вы не обращали на него внимания. Как видите, можно и из дикорастущих растений обрести пользу. Если же все-таки вы хотите дачу свою высаживать из каких-то саженцев, из каких-то семян, магазины про цветок вам всегда помогут. А рецепты здоровья в нашей фитошколе Дивея. Будьте здоровы! Дивея.